Глубокое погружение в историю. Китайские дизайнеры в качестве хобби занимаются созданием гравюр в стиле средневековой Европы. Чем именно современных китайцев вдохновляет технология, которая уже больше пяти веков, наша съемочная группа заглянула в одну из студий Пекина и узнала. Гравюра на металле – традиционная форма печати, характерная для эпохи Возрождения в Европе. Существует масса знакомых всем шедеврах, выполненных в стиле инталью. Полузабытая техника глубокой печати сегодня вдруг стала популярна в Китае. Китаянка по имени Ли Гэйн изучала тонкости работы гравюра в Италии, а после возвращения в Пекин открыла собственную студию. Сначала техника использовалась для изготовления копий. Таким образом художники продавали больше своих картин. Затем гравюра превратилась в отдельную форму искусства, как картины маслом и скульптуры. Мне нравится процесс, поэтому я открыла пространство для художников и дизайнеров, которые разделяют по ее увлечению. Изготовление гравюры – что-то похожее на магию. Сперва нужно убедиться, что медная пластина гладкая, без единой царапины. Затем поверхность равномерно грунтуется и прокаливается на огне. Когда грунт окончательно высохнет, нужно специальным пером сделать рисунок, создавая уникальные выемки с поверхности металла. Да, Лун – веб-дизайнер, но старинная техника работы руками привлекает его не меньше современных программ графического искусства. Чтобы сделать эскиз динозавра, потребовалось более двух часов. Мне с детства нравятся динозавры и вообще вдохновляют все древнее. Раньше я про уроки гравюровки потерявил, а теперь решил попробовать гравюру. Говорят, эту технику любят за возможностью данного повторения работы. Увлечение точно для терпеливых. На полчаса медная пластина погружается в раствор кислоты. Затем металл очищается от грунта и очертания динозавра отчетливо проступают в качестве сарапин. После этого наносим на пластину чернила, протираем, гоняя краску в выемки. И потом с помощью специального станка под давлением отпечатываем рисунок на бумаге. Иногда результат не устраивает гравюра и требуется снова нанести чернила и повторить печать. Быть древним принтером в 21 веке есть в этом действительно что-то магическое. Василиса Лукашевич, CGTN.